Никто не думал, что это может как-то неплохо звучать, неправильно аранжировано будет. Критерий был такой, что-то не прет. Волны стакана, пустое поколение, пепель сигареты роняю на колени. То есть не было такого звезда. Все время было, знаешь, такое, ну что-то свалилось по тайфу. Просто какой-то клуб, понимаешь, ты туда заходишь, короче, это клуб. Ничуть не лучше, чем у нас. Такая же херня. Никто не думал, что это когда-то кончится. Были два прицепных вагона. Один вагон для артистов, а другой вагон для рекламных моделей. И мы наблюдаем сцену, значит, детственно чистую вообще. И два мешка картошки в углу. Наш звукооператор начинает белеть, говорит, а где, говорит, аппаратура? Какая аппаратура, говорит, мне сказали подготовиться, здесь все вымыто. Ну, наконец-то в Петербурге нормальная, привычная для нас погода. Серая серь, с неба упала хрен знает что. Оказалось вот здесь. Я сегодня ехал прям как зайка, 60 км в час по трассе, потому что было три аварии по дороге. С нами профессор Березовский, участник таких передач, как «Модный приговор». Но самое главное, конечно, ну из песен слов не выкинешь. Один из активных участников группы «Сплин». Да, я когда. То есть ты подразумеваешь, что там были еще пассивные участники. Да, ну, это мы выясним сегодня в процессе нашей с вами проходки. Ну и мне посчастливилось даже записать несколько песен со Стасиком, и даже одну из них фоном мы пустим, и я помещу вот там вот ссылку на один такой клепец, на одну из этих песен записаны. Пойдем туда. Ну, пойдем. Да, значит, мы выбрали эту локацию, потому что так захотел наш гость. И я хочу сказать, что на примере проходки с господином Лисовым не все вообще вкурили, что это у нас краеведческая экскурсия, но в данном случае я все-таки буду помалкивать, а только редко встревать со своим, так сказать, свиным рылом и лезть в этот калашный ряд, а мы будем разговаривать вот с нашим героем. Значит, скажи, пожалуйста, я так понимаю, что вот эта местность связана с определенными воспоминаниями твоей жизни. О, да, самыми светлыми воспоминаниями. Я приехал сюда, и мой рок-н-ролл начался с этого района. А давай тогда поймем, откуда ты приехал сюда. Ну, я приехал в Санкт-Петербург в 83-м году из местечка под названием Капустин-Яр-1. Это под Волгоградом есть такой специальный город, который сейчас даже более известен, чем тогда. Там у нас аркетных дел место. Вот, сейчас там большой полигон, и, в общем-то, он такой, ну, закрытый город за колечью проволокой, военный. Вот, я там играл в ансамбль, и один из музыкантов, басист, он поехал и поступил в Лути. И я подумал, что как бы, ну, вот я приеду, поступлю тоже, причем, и у нас будет ансамбль, и мы прославимся на всю вселенную. Не нравится мне, как вот этот, твой модный плащ, ой, не плащай, я этот, давай чуть-чуть вот сюда, вот так вот. Да как скажешь, это кто у нас с модным переговором? Ну, потому что трет он, про микрофон, мне потом прилетит, а зрители, они будут говорят, что за... Что он трет микрофон? Что он, не три микрофона. В прямом. Вот. Ну, вот, смотрите, у нас вот какая штука есть, это вот как раз от бомбоубежища, выход. Так, хорошо, ты приехал в 83-й год, это уже такой самый-самый излет. Излет чего? Советского Союза. Ну, вообще, блин, история говорит, что нет, это как раз расцвет ленинградского рук-клуба, скажем так. Хороший двор. Я сюда приехал и сразу попал, как сказать, тогда это называли «система». Система. То есть ты попал в систему? Ну да, Сайгон, Гастрит, Огрызок. Это все название разных кафе, на самом деле, которые официально-то по-другому назывались. Ну, естественно, они вообще, по-моему, никак не назывались. Они никак не назывались, Сайгон вообще никак не назывался, это было просто кафе. Вот. Эльф. Ну, в общем, целая куча точек. Ну, плюс у нас, соответственно, были еще местные, как бы, алкогольные, как бы места с поэтическими названиями «Бермудский треугольник», «У Альфреда». У Альфреда это где, кстати? У Альфреда это, как бы сказать-то, а мы куда пришли-то? А мы пришли посмотреть вот на эти зимние надписи, мне очень нравится. Ага. Да. «Полные стаканы, пустое поколение, пепел сигареты, роняю на колени я». Сдается мне, что тут были поэты, да? Да. Вот это мне очень нравится. Мальчик носит кожу, чтобы быть похожим на кожных всех других. Ага. Кожных – это что-то из старославянского. Ну, наверное. Или даже, может, не старо. Вот. Ну, в общем, вот так вот. И вот. И два года я здесь, как бы, просто радовался жизни, нифига не учился, а потом меня взяли в армию. Опять я тру. Да, блин, да что ж такое-то? Давай мы твой этот, вот так вот сделаем. Во, я придумал. Вот так вот. Я буду Васильевым. Я буду Васильевым, который… Ага. Молодой человек, у вас вот этот вот шарфик, он немножечко сбивает… Что такое? Во. О! Все. Все, стал похож на… Мы настроили звук. Стал похож на нормального мальчика. Нормального мальчика. О, Даниил, покажи туда, наверх, замечательную перспективу. Да. Такая еще старая, советская… Да, стенка из старого Ленинграда. Угу. Бранву. Дворы как колодца. Да, а это на самом деле задник, можно сказать, театра имени Миронова. Угу. Так, хорошо. В общем, приехал ты в 83-м году. Потом в 85-м меня благополучно вытулили, потому что я занимался всем, чем угодно, только не… Не учился. Не учился, да. Ай-яй-яй. Вот, и я пошел в армию. Угу. Ну, про армию говорить, как бы, смысла нет. А вот, когда я вернулся из армии, вот тут начался в 87-м году, тут начался конкретный руководитель. Это как раз было время самого такого, ну, как сказать, с 87-го по 89-й. Всяких сейшенов, гребенчиковых, цоев, наутилусов, там и прочих. А ты, соответственно, туда попал просто так или уже на каких-то правах? Да какие тогда были права? Ну, тебе выдали диплом. Да нет, я шучу, конечно. Но я имею в виду, может быть, ты познакомился с какой-нибудь… Ты хотел, чтобы ты получил толстулся, я тебе могу сказать. Да-да-да. А может быть, тебе, ты познакомился с каким-нибудь гуру, там, я не знаю. Слушай, гуру тогда не было. Не было еще гуру, да? Ну, разве что бы Горя. Ну, с ними я познакомился уже давно после. Ага. А тогда вообще, ну, немножко по-другому было это, как бы, да, мы репетировали в клубе трудных подростков «Дружба» на римском, римского Корсакова. Ага. Я там все живу недалеко. И это вот ситуация, как бы, хиппи-панки, как бы, вот эта вся история. Никто не думал о правах, о деньгах. Да, вот это как раз очень важный момент, что коммерческий элемент, он же тогда, в принципе, отсутствовал. Не, ну, где-то как-то у кого-то, может, и присутствует, наверное. Но не в этой тусовке. Ну, в основном был драйв-идея, и хотелось лобать. Просто я сейчас вот уже по истечении многих лет, я такой, я вообще восхищаюсь своим совершенным, совершенным, совершенной уверенностью тогда, что то, что я делаю, это просто гениально. То есть, рефлексии ноль. То есть, это было совершенно, ну, круто же, играть не умел никто, ну, почти никто, короче, но это нисколько не смущало, понимаешь, людей. Меня, по крайней мере, точно. Более того, у нас были такие ситуации, когда мы вдруг однажды всей группой, трудовые резервы, тогда была такая группа, трудовые резервы. Слушай, я помню группу трудовые резервы. Ладно, помню. Ну, название мне встречалось. Название это, это был спортивный клуб трудовые резервы. Вот. И была квартира, мы на квартиру, вдруг, ни с того ни с сего, начали заниматься живописью и писали гуаши. В общем, что у нас там в мозгах творилось, я до сих пор восхищаюсь, потому что, ну, никто не думал, онлайн это все, вот происходило, вот тогда был настоящий онлайн. То есть, когда, не то, что вчера было, нас не волновало, не то, что завтра будет вообще. Понятно. Вот то, что происходит, никто не думал, что это может как-то неплохо звучать, неправильно аранжировано быть. То есть, какие-то слова какие-то там, не те. Критерий был такой, считай, не прет, или что круто. Круто и не прет. А ты хотел что-то про поводу этой площади сказать? Слушай, ну, на самом деле, на этой площади, как бы, вот, не на этой совсем, это просто вот, когда я учился в студии, там был бар Пушкань, я не знаю, где есть он такой. И вот там происходили смычки. Смычки? Да, в общем, ничего здесь больше, я не хочу рассказать. Пойдем. Что такое смычки? Ну, ну, всякие встречи, знакомства, бра, ну, такое, настоящее, студенческое такое. Опять же, блин, денег ведь не было. Да, я вообще, как бы, о деньгах не думал. Но жить-то на что-то надо было. Слушай, ну, получала я стипендию 40 рублей, я не помню вообще. Понимаешь, в том-то и дело. Ужасное и безответственное. А вроде здоровый уже мужик. Хотя, какой здоровый, 17-18 не было ничего. Ну, потом-то мне тоже было. Все равно я не думал. Я, на самом деле, пока не родилась дочь, а это произошло в 33 года, такой раздолбай был. Вообще полный. Слушай, а... Даже когда играл в группе сплин. Ну, вот раз уж мы заикнулись в группе сплин, как ты туда попал? Это вот произошло, конечно же, удивительным способом. Вот, когда я вернулся за армию, у меня было совершенно такое достаточно большое количество всяких проектов. Ну, сейчас мы называем это проекты, а тогда, ну, как бы, собирались-то, разбирались. Вот. И там куча-куча-куча, пока не попал, как бы, каким-то невероятным образом. Ну, уж тусовки тогда были нормальные ситуации. Все сейчас в онлайне сидят, ну, как бы, в сети и так далее. А тогда не было же этого. И поэтому все приходили, как бы, ну, условную локацию, и там встречались и терли между собой, как бы. И через это рождалось некое действо, да? И вот на каком-то таком вот, на какой-то такой тусовке, я уже не очень помню, но я помню, что я встретил Колю у Ростовского. Это клавишник нынешний. А они в это время записывали альбом «Коллекционер оружия» в Театре Буф. Аудиоальбом, в смысле. Вот. Да, там. Сюда зайдем, хочу один показать прекрасное место, да. Вот. И, в общем, короче, и он такой, Колин, а я исполнял какие-то песни на английском языке, как бы, с моим приятелем, тоже, Глебом Щенеком. И он увидел, короче, видимо, как-то был очень поражен. И взял и позвал меня на студию. Ну, записать гитару. А вот. И я пришел такой. Вот. Ну, мы все были молодые. Я такой говорю, да что-то как-то, говорю, ребят, вы не так все делаете. Вот. А Ивасилович, видимо, ну, он такой был моей, видимо, этой наглостью, как бы, впечатлен, что... Ну, в результате вот начал с ними записывать это все дело. Ага. Пока не записал. Пока не записал. Сейчас, и мы прервемся, буквально секунду, я хочу показать выход безысходности. Вот была такая песня «Выхода нет». Ой, была. Ой, была, да. Вот сейчас я расскажу вам. Подожди, покажу вам, где выхода нет. То есть ты заходишь в такую подворотню, и кажется, ты вот идешь, идешь, идешь. Я сюда все время люблю группы заводить, а там... А там тупик, и ты туда реально не выйдешь. А там, на самом деле, все, большой проспект, там, жизнь кипит и прочее, да, прикинь. То есть это не вход в закрытые двери, где ФСБ, там, или кто-то еще устроит корень? Нет, 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 нет. Хорошо, то есть, хорошо, начали писать музыку. Нет, писать музыку они писали, вот, да, хорошо, а, да, я понял. Вот, а я просто участвовал в записи, как бы, на гитаре, да. А тогда же было название у группы «Уех», да? Да, уже был сплин, да? Да, это из этого, из северного термин. Даже у Сани была песня одна на стихии северного, вот, и там строчка что-то со словом сплин. Ну, в общем, да, они вместе с Морозовым, с Саней, они давно это, как бы, придумали. Они сначала записали магнита-альбом, потом мы сделали, ну, типа, демо-версию на Театре Блув, а уже потом пошел, ну, если не шоу-бизнес, ну, по крайней мере, СНС Рекорд стационарный, ну, и так далее. Да, да, я помню, это, да. То есть уже коллекционер мы уже переписывали на такой студии, вот. Ну, и все, пошло-пошло, пока не пришло. Ты влился в этот коллектив благополучно, где был первый концерт? Ты ведь говорил, что первый концерт был на Нарской, правда? Нет. Нет, не на Нарской? Я сейчас хожу, я не помню, когда конкретно, но это была застава, клуб застава. Это было там, я вот был на этом концерте, я не думал, я не думал, что это первый концерт, мне казалось, что это уже все, потому что... Нет, первый концерт был в заставе, а второй в Тене, клуб Тен был такой еще. Тен, Тен это на водном канале? Да, да, да. Нет, я был именно в заставе, но просто уже же звучали, ну, то есть... Нет, на радио 1 уже вовсю это все крутилось. Да, любовь идет по проводам, и во все. Да, 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 но концерт был тогда. И создалось ощущение, что это уже такая группа, которая вовсю гастролирует, если честно, у меня, я был совсем... Еще один обманутый город, да. Да, да. Потому что, на самом деле, я помню свое, и Сашкину, как барыш, это был ужас. Ужас. В чем ужас заключался? Ну, было, блин... Пипец, как страшно. Выступать. Да, выходить, вообще. Ты говорил, что ты его от батареи отрывал. Нет, я не отрывал его от батареи, конечно, да, вот, но я, у меня была новая белая гитара, как сейчас помню, сделанная такая, я делал красную рубаху, и я за эту гитару, за эту рубаху, короче, благополучно, ну, то есть, что, что нужно сделать, либо бросать и убегать, да, либо делать... Ну, крутой, понимаешь, это еще внутренний, не пережить-то было. Это, как бы, такое, от страха, ты просто закрываешь глаза, сейчас не видеть ничего. У тебя все там... Я думаю, что Саня испытывал такие же эмоции, потому что он в своем движении как-то старался... Знаешь, на сцене, на самом деле, знаешь, когда ты, как бы, начинаешь нормально работать с залом, это когда ты можешь совершенно спокойно поглядеть, короче, в глаза людей. То есть, если ты... Пойдем сюда, зайдем в этот двор, я хочу показать двор. Если ты играешь, короче, и можешь без паники и без смущения смотреть там на человека, не выбиваясь из конвы, тогда ты уже, как бы, вот, уже чуть-чуть, как бы, привык. Блин, а это была, это была у меня еще первая любовь, я совсем-совсем еще был маленький, вот у меня, так сказать, на штанге в моей книге написано про это. Сейчас я просто за куток счастья хочу показать, во-первых, один из... Слушай, ну, вот первый концерт прошел, второй прошел, и вы почувствовали себя звездами? Ой, слушай. Вот, веришь, я понимаю, что это, как бы, выглядит, как бы, несколько... кокетством, наверное. Я не понимаю. Я никогда, как бы... Как бы тебе сказать-то? Вот она, прекрасная атмосфера Петроградской страны. Но никогда... Я никогда не, понимаешь, у меня это было такое, знаешь, о, как бы, подгон. Вот, то есть не было такого звезда. Все, я вышел, вышел и типа, я звезда. Все время было, знаешь, такое, ну, что-то свалилось по кайфу. То есть ты прет и все. Ну, смотри, ну, вот этот вот, я помню клип, она живет свой Орбит без сахара, где вот там скачет под снегом, по-моему. Да-да-да, на крыше. На крыше там девчонки такие выбегают. Да, безумные. Да. И это уже, ну, то есть, ну, во-первых, действительно шла вся эта реклама Орбита тогда просто... Ты сейчас рассматриваешь маркетинг, и мы были внутри, ты понимаешь, это все... Я не про... Я про внешние ощущения. Это уже вот не казалось, что все, вот вы звезды. Да звезды-то звезды, но мы, понимаешь, как тебе сказать, звезда-то или нет, это твое внутреннее ощущение. Ага. Прежде всего. Все остальное, это как бы пыль. Потому что в то время, как я играю, мне нравилась вот энергообмен. Вот я не думал, не от тщеславия в этот момент. Вот даже как бы уже когда мы на больших стадионах там выступали, понимаешь, самое кайфовое, не то, что там на тебя бросается, или там подписи, и все. А самое офигенное, это когда вот ты месседж посылаешь энергетический, и тебе просто с индукцида возвращается, как катком. Вот это вот как бы ощущение, конечно, штырит. А вот популярность как таковая, знаешь, ну... Смотрите, как грузовички здесь тоже подрихтовали. Ну, хорошо, ну а денежный вопрос, он же как бы актуальный? Слушай, денежный вопрос актуальный. Я, кстати, очень как бы так к этому относился весьма несерьезно, очень долгое время. Очень долгое время. Вот. Такое ощущение, что здесь напрашивается дополнение в отличие от? Нет? Не знаю, я не знаю. Я сказал, до поры до времени. До поры до времени, хорошо. Да, то есть потому что, ну, к сожалению, наверное, можно было бы и раньше немножко к этому отнестись, как к профессии. А у меня это как бы было в качестве, ну, вот подарка судьбы, не знаю. Вот я занимаюсь любимым делом, получаю денег. Я не думаю, сколько, когда это кончится, понимаешь? Ну, вот такое вот, как бы беззаботность, конечно, чрезмерно, я думаю, даже. Ну, хорошо, вот в процессе, сколько в итоге ты лет посвятил группы Сплину? Так, сейчас посчитаем. Давай. Ты что, даже никогда этого не занимался, видишь? Да я даже не очень помню, когда вы начинали, по-моему, в 94-ом, в 1-2-ом, в 94-ом. Ну, в общем, я помню, когда я оттуда ушел, это 2006-й, ну, соответственно, 10 лет, ну, 10, там, 12, 10, туда-сюда, 12, да. Но вы же, вот в тот момент, особенно в конце 90-х, в начале нулевых, мы туда сейчас пойдем, да-да-да. Вы же были, ну, вот прям, все. Нет, нет, в топе как раз это было уже в 2000-х, вот в конце 90-х, да. Потому что вот... Ну, я и говорю, в конце 90-х, в 2000-х, да. Ну, да, в начале двухгода, нулевых. Да, да, но это происходило вне зависимости от моего, как бы, желания. Понимаешь, это делали другие люди. А как у вас процесс внутри был построен? Вот песня, да, ее пишет Василий, да, я правильно понимаю? Она приносится. Дальше вот все происходит как? Делаем, как я хочу, или все-таки какие-то аранжировки, аранжировочные моменты принимаются? Может быть, сейчас он как раз так и происходит. Дело в том, что когда мы начинали, в общем-то, как бы, опыта не было ни у кого, особо, аранжировочного, как бы, такого, как бы, понимания, как это надо делать. Вот, поэтому... Сначала это было, ну, такое, коллективное. Вообще, я был, был бэнк. Поначалу. То есть, коллективный такой саунд-продисерский... Да, да, работа, да. Ну, скажем, это, наверное, продолжалось, ну, там, первые три-четыре альбома. Ну, в принципе, я не знаю, как сейчас, вот, думаю, что сейчас более все авторитарно, ну, просто потому, что у Сани уже опыта больше, как бы, и он, типа, ну... Ну, и плюс ему, может, так ли, я не знаю, короче, может, не так. Не знаю. Ну, здесь пройдемся по набережной, там, когда есть переход. Да. В общем, но сначала... Сначала было коллективное творчество. Всем было, всех перло, когда каждый что-то приносил. Да у нас такая штука была. У нас, как правило, в каждом альбоме новом какой-то новый появлялся член. Извиняюсь за выражение. Членом туда, членом сюда. Вот, ну, то есть... И этот человек, как бы, приносил некую новую струю. И, как бы, Васильев, видимо, его это, как бы, ну, так-то возбуждало. Ну, это же улучшало процесс. Ну, слушай, я скажу, что запись альбома была очень тяжелым, как бы, мероприятием для меня почти всегда, за исключением, вот, 25-й кадр, например. Вот, только с 25-го кадра, то есть, я начал получать ему такое удовольствие от именно записи альбома. Вот от концертов я всегда получал удовольствие. Слушай, ну, я не, 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 не то, чтобы мне прямо это дико интересно, но в контексте твоего поислования все равно возникает вопрос, а, окей, ну, вот, вы даете концерт, вы записываете альбом, вы, соответственно, ну, что-то зарабатываете. Как происходило распределение этих средств внутри коллектива? Ну, если это ты не хочешь говорить, можешь не говорить. Я, сначала было все по-ровому, как я понимаю, да, вот, потом, когда уже появился хип, ну, то есть, продюсер у нас, Саша Пономарев, ну, то есть, там до этого тоже были, как бы, мы со Стасом Наминым работали, но с нас тогда, ну, немного, много, в общем, я не знаю, как только появились продюсеры, сразу началась, как бы, история, но меня устраивало, как бы, знаешь, я никогда, почти никогда не, ну, не лез, да и, на самом деле, не знал, что, на самом деле, творится, вот, но я, когда я, как бы, там был, ну, для сведения, вот, просто хочу сказать, конечно, времена меняются, после того, как я играл с группой Spring, я не так давно, 5 лет, играл с Женей Любичей, с такой, девочкой, вот, и самый большой гонорар я получил в жизни с ней. Да? Да. Ничего себе? Да, не потому, что она столько зарабатывает, как бы, вообще. А потому, что там перераспределение, как-то, вот, вот, просто, это не свидетельство о том, что, там, Женька, там, прям, миллионы зарабатывает, отнюдь, нет, она не настолько, но это свидетельствует о том, что я тогда не очень много зарабатывал, скажем так. Ну, меня хватало, знаешь, то, что, ну, квартиру же ты купил? Да, ну, я все равно занимал денег, да, ну, нет, купил, да, да, нет, ну, как бы, грех жаловаться, в том смысле, что, если вот взять, я, как бы, играю, зарабатываю, там, 33, там, 3500 долларов, там, например, в месяц, вот, ну, и нормально, ничего, мне хватало. Ну, вполне, я, тем более, по тем-то временам. Да, но никто не думал, что это когда-то кончится, вот, что-то казалось, что это никогда не кончится, ну, как бы, вообще-то. Вы гастролировали, гастролировали, да не выгодствовали. Гастролировали. А ведь в США ведь тоже были. Были трижды. Расскажи, как это происходит, вот, именно глазами музыки. Я просто был там, ну, и у меня там приятели, мои друзья, они ходят периодически, там, мне Женя один раз, мой корифан звонит и говорит, ты знаешь, до кого я сегодня сходил, говорит, на гражданскую оборону, я никогда не думал, что я в Бостоне или где-то, в Нью-Йорке, но в Бостоне живет. Как это происходило там? В смысле, как? Ну, есть какие-то, вообще, отличия гастрольных историй? Слушай, я тебе скажу следующее. Ну, у нас, вообще, первый раз, первый концерт был в клубе Трамп. Ага. Для сведения. Вот. Причем, вчера в этом клубе выступал Боб Дилан, а завтра он закрылся. Вот. Так что мы внесли, как бы, в разруху Америки, вот, свой посильный вклад. Да, тогда, когда мы первый раз приехали, еще в CBGB как бы функционировал, да, я очень жалею, что я туда не сходил. Но вообще, как бы, надо понять, что Америка, ну, в смысле, это, конечно, так сказать, нет, наше представление об Америке, музыкальном смысле, это Голливуд. Угу. Не в смысле, в том смысле, что оно не соответствует... Действительно. Действительно. Действительно, несмотря на то, что там невероятное количество совершенно волшебных музыкантов, вот, вот этот флёр, который мы, как бы, в себе держим, да, всю свою, как бы, ограниченную советскую жизнь, вот, этот флёр, он, как бы, не соответствует тому, что там есть. Там это все очень... В чем это выражается? Ну, вот, самое яркое, что тебя поразило. Просто речь. Ну, вот, ну, вот просто, вот, просто, вот, блин, ну, я не знаю, просто какой-то клуб, понимаешь, вот, ты туда заходишь, короче, это клуб, ничуть не лучше, чем у нас. Такая же херня, понимаешь, вот, ну, то есть, народ, короче, там, какие-то столы, никакого, как бы, гламура, на самом деле, наверняка, там, конечно, есть гламур, там, все это есть. А, ну, ты в этом плане имеешь в виду. То есть, ты заходишь и, в общем-то, как бы, но на сцене стоит человек без всякого пафоса, ну, фантастически играющий просто. Мы были на концертах, значит, Rhythm and Blues, кафе какой-то, и там выступал бэнд, ритм-секция, в котором, ну, гитарист, который записывался вместе с Джеймсом Брауном, а ритм-секция потом же я увидел, который играет с Джеком Уайтом. И я такой, ну, мы сели, ну, мне ж, конечно, интересно, говорю, а чё, чё, как? Он такой, ну, вот, три концерта, говорит, 200 долларов за концерт. Ну, разрыв, как бы, понимаешь, да, то есть, ну, они же, они же великие, они, блядь, они великие, потому что они так играют, что башку свернуть можно, понимаешь? Ну, 200 долларов за концерт и три концерта за вечер, понимаешь, что все эти ребята реально пашут, несмотря на то, что они записывают альбом с Джеймсом Брауном, со всеми остальным. Но это Нью-Йорк, в Нью-Йорке, конечно, я думаю, конкуренция такая, что мама не горюет, там, может быть, и 200 долларов за концерт, может быть, даже и неплохо на тот момент было. Хорошо. Вот так, что такое? А вы, ну, то есть, та ваша основная русскоязычная публика? Да, да. Больше всего мне понравилось, когда мы были в Лондоне. Дело в том, что, когда мы выступали в Лондоне, пришло максимальное количество нерусскоязычной публики. То есть, туда зашли. Англичая нам интересно. Русская группа, они там пришли, как бы, ну, типа, а шо это такое? Ну, подавись, я кот ды его. В России музыка есть? Ну, да. А народ, который пришел, он был в материале, они подпевали, полный клуб был. А я еще туда, во двор заем, там дворик интересный. Там стоял мужик, ну, в смысле, афроамериканец, как сейчас ее называют. В общем, короче, и он, вот, я, я прям, я на него смотрел, я прям видел, как у него на лице умственная работа. Он очень должен был понять, к чему они вокруг все скачут. Вот, реально, он, он слушал, как бы, ну, блин, думает, а что вот, ну. В чем прикол? Он был пытливый, да, а вот англичане такие, американцы бы не стали. Не нравится все пока, чтобы понять как-то, знаешь, это, ну, нахер. Вот. И когда вдруг в какой-то, в какой-то момент я, как бы, сыграл какую-то фразу, знаешь, ну, такую. И у него, знаешь, сейчас прояснилось лицо, произошло узнавание каких-то, каких-то нюансов. Внутренние дворы, и тоже вот тут очередной закуток счастья. Просто оттуда, с той стороны, этот дом выглядит прямо такой пафосный, пафосный, а здесь вот так вот. Мы же приближаемся к твоему альбоматору, он был почти беспилен. Ты же этой дороге, я так понимаю, ходил миллион раз. Ну, я же, общежитие было на Карповке, я ходил примерно такой, ну, как бы, на самом деле, мы, зачем мы переходили, я так ходил как раз, вот, вдоль реки туда. Мы вот-то перешли именно по этой причине, что так интересны. Ну, хорошо, а вот если брать российские, там, туры, фестивали и прочее, вот, ведь, я не знаю, как ты вот распределяешь свои памяти это все, но, наверное, тоже есть какие-то наиболее яркие моменты, да, там, они связаны, там, с рассказами за рюмкой чая и так далее, вот, какие они, ну, например, на вскидку. Ну, самый лучший тур, который мы ездили, это был Прималюкс Тур. Были такие сигареты Прималюкс, да, по-моему, украинские. И вот он, рекламный тур, было четыре группы. Группа Квартал, группа Чаев, группа Машина Времени и группа Стулин. Вот. Все это четыре города всего. Июль. У нас почему-то все туры, как правило, блин, в холодное время вечно были. Вот. Летом редко, когда был, прям, вот, заезд. И, в общем, вот, четыре группы, четыре города. Причем, какие города? Самара, Волгоград, Воронеж и вот Екатеринбург. Единственное, как бы, туда пришлось летать. А вот по этим трем городам мы ездили на поезде. Причем, были два прицепных вагона. Один вагон для артистов, а другой вагон для рекламных моделей, которые рекламировали. И все было организовано великолепно. То есть, выходит, как бы, группа на сцену, то есть, отыгрывает свой сайт, и они выбегают, там, в топе, так сказать, во всех. Пока, в общем, все было так, как бы, хорошо. И главное, что в каждом городе мы были примерно по дня два-три. А, ну, то есть, было время еще потусовать. Так я же, что и говорю. Да, потому что надо пояснить, чтобы обычно, когда гастрольный тур, приехали, саундчек, вечером концерт, с утра сели. А так, как говорится, самое смешное, это тур по Дальнему Востоку. Три концерта, четыре дня. Прекрасно. Приезжаешь, а там люди вверх ногами ходят. Точнее, ты вверх ногами. Да, это еще сбивка часовых поясов. А адаптироваться до времени нет. А вот в предыдущем туре модели-то как-то они понимали, ну, то есть, они чувствовали, что они срок звездами едут. Слушай, я не знаю. Но они были очень, очень ограничены. Ну, к сожалению, это свойство. Там просто беда была полная. Я, как бы, несмотря на эстетическое, в каком-то смысле удовольствие, то есть, как бы, даже, ну, то есть, не то, чтобы даже, как бы, на соблазн не был готов. Я не был готов даже на, на это самое, на, скажем так, стремление к общению даже вербальному. Ты рассказывал дивную историю, как вы один раз приехали давать концерт, а на сцене... Да-да-да, это было, это было, это был город Унгены. Унгены, это где такое? Унгены, это Молдавская, Молдавия, Молдова, извиняюсь за выражение. Вот, и этот концерт был по линии Министерства культуры. Ну, как бы, не коммерческий, а как-то там они, в общем. И мы приехали в это, это граница с Румынией, вот, практически, почти. Вот, и мы приехали, у нас встречается, значит, такой человек родом из моей молодости, из какого-нибудь там Дома культуры, знаешь, такого. Реально вдетый крепко, вот. Он у костюме в таком советского покроя, ну, при этом он такой, знаешь, слегка на по-фоске, и он такой встречает, говорит, пойдемте, ребята, все сейчас будет нормально, но мы, как бы, пойдемте по двое, значит, к клубу, ну, как бы, не клуб, а ДК, ДК советского тоже образца такого, видимо, вот. Заводит нас, значит, соответственно, в зал, и мы наблюдаем сцену, значит, детственно чистую вообще, и два мешка картошки в углу. Наш звукооператор начинает белеть, говорит, а где, говорит, аппаратура? Он говорит, какая аппаратура, говорит, он говорит, мне сказали подготовиться, здесь все вымыто. И тут Тимур, человек, на самом деле, крайне уравновешенный, начинает говорить всякие разные нецензурные, как бы, выражение, говорит, вы, бляха, муха, райдер, читали, там же, чернок тут, в общем, в результате после этого они начали со всех районов собирать аппаратуру, ну, выстроили, ну, конечно, райдер, естественно, как бы, выполнить это было невозможно, какую-то невероятную конструкцию, короче, вот, главное, что это самое, что мы после концепта встретились там с местными жителями, ну, естественно, там, вино, это же Молдова, вот, и они такие сидят, говорит, ну, эти что, он вообще, говорит, неверный, говорит, что вы приедете, говорит, вон, афиши висит, ну, какая-нибудь лажа очередная, короче, видимо, видимо, там часто вешается какой-то объявы, и местные жители, давать нам, наврут опять, опять подменили, да, а были еще какие-то такие прям факапы, да, слушай, ну, я даже не знаю, сейчас вспомнить, как бы, много вообще, что было-то, вот, я, например, поезда, вот, помню, прекрасно, потому что, ну, на этих поездах мы приехали, проехали, как бы, как раз, вот, Prima Luxe Tour была замечательная такая ситуация, когда, ну, представляешь, как бы, мы едем из Самары в Воронеж, это внутренние, как бы, истории, но, что делают артисты, когда садятся, как бы, в поезд, наверное, играет в шахматы, да, я угадал, да, все, конечно, идут в ресторан, и мы заходим в ресторан, а причем, ну, как бы, народу много, денег у ребят, особенно, там, у наших, как бы, машинистов, там, и всем, подгородецкий, тогда шумел крепко, причем, Кутиков, с Макаром, и с Ефремовым, летали на самолетах, а дядя Жень Маргулис, короче, с подгородецким, с нами все ездили, вот, ну, и, короче, мы, сразу после того, как погрузились, заваливаем в вагон, в ресторан, и наблюдаем следующую картину, одинокого, какого-то чувака, который сидит там, повар, и официантка, пьянющий, короче, они такие, ну, нормально, то есть, одного человека можно, а тут заваливает, короче, 15 человек, говорит, нам все, что все, все давай, есть, пить, все, что есть, повар, короче, блин, вот геморрой, то, представляешь, нормально ехал, нормально же сидели, что началось, откуда они взяли, все эти, вот, я помню, совершенно замечательный человек, то есть, это как с одном было, идет, с двумя, короче, одинаковыми, как бы, тарелками, там, с каким-то мясом, и она подходит, такой, говорит, вот вам ваш эскалоп, он говорит, я заказывал лангетку, она такая, вот он, что лангетка, а его другая, бери уже, пока есть, говорит, вы подошли к твоему, альбоматор, на самом деле, тогда такой проходной, конечно, здесь не было, вот как, прикиньте, теперь ты не пройдешь туда даже, ну да, а раньше, спокойно, ведь проходил, да, вот в этом здании, я вот уже не помню, какой это корпус, сейчас мы спросим, дастя, а вот этот корпус, как номер, скажите, какой, пятый корпус, а вот эта лестница, которая там, там же она, вот такая вот лестница, как спираль ДНК, она не в пятом корпусе, по-моему, в пятом, я не могу ответить, чтобы она там была, в переходе, из пятого в третью, ну может быть, а вам что-то, вы хотите что-то сделать, я просто здесь учился, вспоминаю, ааа, понятно, в пятом корпусе, она все не знает даже, как, в пятом корпусе, там удивительная лестница, короче, там внутри удивительная лестница, которая как спираль ДНК, и какой-то даже архитектор получил за это премию, хотя я бы вот, взял бы его за ноженьки, вот, там фишка заключается в том, что, как бы, если ты заходишь с одной лестницы, ты попадаешь только на, на третьей, на пятой, а со второй, на второй и четвертой, и ты не видишь, куда она идет, она так забаррикадирована, короче, ну вот такая штука, что, да, то есть ты, меня звали на самом деле туда, мы туда сходим обязательно снимем, что у меня коллега там преподает язык, то есть снизу ты не определишь, какая лестница приходит, если не знаешь, можешь просто не на тот этаж попасть, то есть, эстетски, концептуально все прекрасно, но с точки зрения практичности, нафиг, ну да, то есть, пока ты как бы не выучил, в общем-то, можно как бы все время не на тот этаж, попадать, скажи, ну вот все так было прекрасно, замечательно, а что же тогда привело к твоему уходу из коллектива? Ой, слушай, ну, это как бы такая эволюционная история, я думаю, что у Саня просто, ну, ему нужны были перемены, я еще долго продержался, потому что, например, клавишник на два года ушел тоже, вот, басистов у нас немерено, ну, басистов у нас столько было, Коля Лысов, Серега Наветный, да, это не басист, это барабанщик, Серега Наветный барабанщик, да, да, Коля Лысов, Серега Наветный, сейчас Леха Мещеряков, еще один был, вот, надо, с Наветным будет проходочку сделать, еще, еще один был, барабанщик, вот, поначалу, то есть, четыре барабанщика, поменялось за это время, а ты держался, да, Такой стойкий оловянный солдатик Басист Басист, значит, первый был Морис Собственно, потом и стал директором Вот, ну, сначала Тур-менеджером, а потом уже теперь директором Вот Потом Ну, в общем, тоже 3-4 Да, ротация наблюдалась Ротация наблюдалась, да А это как бы было связано С чем? С каким-то творческими разногласиями? Финансовыми? Дело в том, что, мне кажется У меня есть только версии, да Ну, как бы Мне кажется, что Сане Очень часто, знаешь, ему нужно было На сопротивление Вот если все ровно То его, как бы, видимо, это Не устраивало То есть, какой-то всплеск Какой-то толчок, не знаю Вот, другое дело, что многие люди Как бы ищут этого толчка Как бы, грубо говоря, там В чем-то Вне группы, а он искал внутри У меня был совершенно удивительный случай Еще в коллекционере оружия Когда мы записывались на S&C Records Я придумал один риф в одной из песен Вот А Василыч, короче, говорит Нет Нет Говорит, это он плохой риф Я говорю, это очень хороший риф И что тогда у меня были силы с ним исходить Вот Потому что потом я уже, как бы, не спорил Потому что, ну, тяжело Вот Я Морозову, как бы, Морису нашему говорил Слушай, вот посмотри Он говорит Да, говорит, хороший риф Василыч говорит Нет Плохой риф Это, как бы, полная фигня Мы вызвали, короче, нашего продюсера Тогдашнего Я говорю Вот Серегу, посмотри Серега Шкоджин тогда был Он говорит Да, хороший риф Василыч сказал Нет Я говорю Ну, давай пока В общем, это продолжалось два часа Вот И он такой Скрипят Сетц Он говорит Ну, давай, ладно Говорит Давай Ну, пока оставим Ну, то есть Типа Еще через два часа Он такой Слушай, ну, может Да нет Нормальный риф Два часа Три человека Его уговаривали Понимаешь То же самое было Он написал песню Рыба без трусов То есть Совершенно тогда Ну, как бы, популярная Я не буду играть Это отвратительная песня Это ужасная песня Вот Уперся рогом, короче Там вообще просто Его все уговаривали Говорит А ты что, Саня? Говорит Эту песню ждут Ну, как бы Нет Это ужасная песня Кошмарная То есть Нет Ну, вот Ему, видимо, нужно было Какое-то сопротивление Такое Вот Ну, и, видимо, пришло Время мое Подкатила музыкальная пенсия Да Ну Понятно В общем Так что Такое Ну, как бы Ты как воспринял эту ситуацию? Слушай, ну Я сразу скажу Что, как бы Я Как тебе сказать Я не совсем был готов К этому Но Это моя вина Вот Потому что Я как-то Жил-жил-жил Знаешь, что Как бы У Христа Запасывал Как бы говорят А вдруг Банц И все Нежданчик Но я очень На самом деле Благодарен Как бы Судьбе За эту ситуацию Несмотря на то Что, конечно же Я потерял Много времени И, разумеется Денег Из-за этого Но Во-первых Я не уверен Что я бы Был бы жив Если бы я Остался в группе Вот так В смысле Ты спился бы Или что Я Ну Как бы Спился Это только Один аспект Как бы Все Не нервы Все вот это Да 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 Вот эта вот Усталость Она накопилась Гиперкомпенсация Происходила Алкоголь Короче Обжорство Там И вообще Все Все Не Выяснил Отсюда Понимаешь Но Я не человек Воле Знаешь Там Настоящие Артисты Они же Как бы Берут себя Начинают Тренироваться Зож И И И по-другому На самом деле Этот марафон Не выдержать А я же Не такой Я Качусь И качусь Как бы Я боюсь Что как бы Если бы Господь Как бы Так не сделал То есть Как бы Неизвестно Ну то есть В общем-то Можно сказать Васильеву Даже спасибо За это Слушай Ну Такой Немножко Провокационный Вопрос Ну Васильеву Не Васильеву Ну спасибо Наверное Нужно сказать Хотя Конечно То есть Я же все-таки Немножко Стряну Ну во-первых Вот эта церковь Которая была построена По проекту Константина Тона Единственная Сохранившись Опять в церкве У него было Все посносили Вот это вот осталось А вот та вот Бункер Куда я надеюсь Попасть То есть Я уже списывался С ними Созванивался И они готовы Собственно Принять Меня К себе И более подробно Я надеюсь Рассказать уже Когда там буду Поскольку У нас сейчас Все-таки Основная Тема другая Хорошо Ты ушел Из группы И Ну то есть Любой другой человек На самом деле Ну не любой другой Ну я знаю Таких людей Которые на тебя Вместе бы сказали Ооо Все И стали бы еще больше Бухать И как сказать Нет У меня по другому Я Я просто Последнее время У меня живет Сольная амбиция У меня около 50 Написанных песен Так На минуточку Я хотел их как-то Реализовать И думал Что вот мне это поможет Как бы участие в группе Ну то есть У меня будут возможности На самом деле Ни хрена Ну естественно Просто потому Что как бы у меня Извиняюсь Либидо отсутствовало После того Как я приезжал Как бы С гастролей То есть Мне не хотелось Ничуть А как только Я из группы Ушел У меня сразу Я начал сразу Записывать Сольный альбом Ну собственно Так все делают Наверное Вот Ну Прибытие А нет Как же Как же он назывался А ну да Он назывался Прибытие поезда Вот Это альбом Причем песня Одноименная Туда не входила Вот Она появилась позже Ну вот Потом ты играл Жене любишь Ну Да Ну не сразу Это произошло Там как бы Пока я свои Сольные проекты Реализовывал Как бы Что-то Как-то Туда-сюда Тоже Так получилось Совершенно Как-то Не пойму Как Как-то Попал Я вообще Не могу Понять Как это Вообще Происходило В моей жизни Ну как Ну со мной Даже Ты записался Как это Происходило Ну А как Ты меня Нашел Или я тебя Нашел А я даже Не помню Вот Я об этом Тебе и говорю А причем С нами Еще играл Антоха Из Пойменных Мураведов То есть В принципе Это Состав То был В общем То Очень Даже Недустивный Аа И Ксюша Играла Дочь Федорова Лене Из Аликциона Да По сути Это Как бы Да Но Вот так Вот Мне Обратно Вот там Ехать Где машины Стоят Сейчас Все Острей Возвращаться Ну ничего Срочно Поставим Пробочек А ты где Живешь Я У меня Сейчас Два Полигона Один В центре В доме Вторых Процентщицы А второй В Сестрорецке Прекрасно Прекрасно Конечно Захочешь Приезжай В гости Кстати Приглашают Почему Вообще Вообще Шикарно Я вот Прямо Знаешь Наверное Это старость Уже Да Конечно У меня Ждача Появилась Да Я Реально Прусь Когда Пилю Доски Теперь Я вот Тоже Раньше Не понимал Вот эти Огороды Чего Там Огороды Я еще Не созрел А вот Типа Знаешь Там Что-то Террасу Какую Немного А вот Это Пока Это Что У тебя Сейчас Музыкальной Деятельностью Слушай Ну и Сейчас Короче Дело В том Что У меня Сольный Проект Березонский Оркестр Который Как бы Ну Буквально Еще Около Года Назад Он Даже Функционировал Сейчас Пристанем Здесь Вот Я записал Несколько Синглов Я даже Снял Кстати Клип Вот Он Витюбе Есть 17 Песня Мы Разместим Ссылочку На этот Клип Вот 17 Вот Там Кстати Снимал Женя Ягубнова В главной Роли Если Знаешь Такую Артистку Театр Комсажирства Ну Не знаю Но сюда Что посмотреть Короче Клинов Ну Там Короче У меня Сохранилось Как бы У меня есть Я Я имею честь Быть знакомым Как бы С некоторыми Актерскими Как бы Скажем так Светилами Ну Светилами Вот Не нравится С актерами Короче Там Ян Цапник Галя Цапник Короче Там Женька Игумнова Потом Ну Мы выступали В спектакле Вместе С Леной Те А Ну вот С Ленкой Те Был целый Период Большой С виолончелист Когда был Очень хороший проект Лена Те И хорошие парни Это Такой Как бы Квинтет Акустическая гитара Виолончель Мандолина Квинтет Или квартет Квартет Или квинтет Не помню Короче Вот Флейта Мандолина Гитара Каждый год Такой этап Был Каждый год У меня 13 января Не концерт 13 января День рождения И каждый год На день рождения Как правило Что-то мучаю Это как бы Такая традиция Но сейчас Как бы Времена Такие странные И я решил В этот год Ничего не делать Непонятная ситуация И тут мне взяли И позвонили Говорят А давай Я всегда люблю Этих людей Которые звонят Сами И говорят Давай Давай Я потому что Как бы Человек В смысле Вот Этих Public relations Вот этого Всего Как бы Полный лох Поэтому Я конечно Согласился Это будет 16 января В клубе опера Это пересечение Лермонтовского Бывшей ДК Цурюпы 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 Вот Дело в том Что там Единственная фигня Что Судя Именно потому Что вот это Ковидная история То есть Не больше 50 человек Туда можно Как бы Приглашать Ну кстати 16 может быть Уже будет и больше Потому что Собянин до 15 января А мы все На Собянина же равняемся Ну короче Никто ничего не знает Что будет Понятное дело Но вот пока На данный момент 16 января Соответственно Клуб опера ДК Цурюпы Вот будет мой концерт Я Будет с этой 16 песен Вот И будет много новых Треков Которые я записал Буквально Наверное Месяца 3-4 назад Несколько Ну я надеюсь Люди Просмотревшие Это видео Как-то воспользуются Возможно Приходите Приходите Повеселимся Ну я вкратце Хочу сказать Что здесь Стояла Дача Столыпина О чем я тоже Расскажу Отдельно Которую взорвали В 1926 году 12 августа Ну у меня Об этом Целая лекция От себя Хочу добавить Что друзья мои У меня Две книжки В продаже Да Путеводитель мой И Роман Корень И в общем-то Я тоже сейчас Вот Альбомчик Скоро Выпущу Мы тут Делаем Есть уникальный Да Новый проект У меня Оса Называется Остросоциальный ансамбль Вот Так что Уже много клипов Подожди Подожди Оса Я же знаю Ну может Встречал где-то Не-не-не Это естественно Я знаю Более того Мне Походу Как бы Кто-то из моих Очень близких Знакомых А Серега Стародукцев У тебя Не участвует Кто-то из моих Близких Знакомых Да мир же Тесный Шарик Особенно Музыкальный Значит Потихонечку Пойдет Посмотрим Может Что у нас Что-то В следующем Года Появится Получится Значит Ссылки Вот там Размещу На клип Стаса Соответственно На клипчик К которым В песне Которую он участвовал Мы писали Rush Hour Называется Russian Hour Книги Как уже говорилось Есть в продаже Прекрасный подарок Как на Новый год Так и на другие праздники И как раз К вопросу О праздниках 31 и 1 У нас Неформальные Посиделки с перцем Две лекции Про Париж и Берлин 2 января Места уже нет А с 3 по 10 Идут экскурсии Каждый день Все подробности Есть на сайте У меня в группе Вконтакте Ссылки на которые Вы найдете В описании Под этим видео Вы оставляете Комментарии Там Значит Пишите Вопросы Задавайся А мы еще Будем гулять С другими гостями Увидимся Пока Будьте здоровы Самое главное